Добрый день, дорогие друзья! Сегодня, как обычно, по средам у нас беседа с Михаилом Геннадьевичем Телегиным. Добрый день! Добрый день! Здравствуйте! Михаил Геннадьевич, вопросов накопилось огромное количество. Мы собирались на прошлой неделе поотвечать на вопросы наших зрителей, но у нас по техническим причинам сорвалось. Здесь были моменты, связанные с судом Николая Николаевича Платошкина. Ему продлевают домашний арест. Хочется услышать ваше мнение о том, откуда это дело взялось, потому что происходят очень странные вещи, которые логически объяснить довольно затруднительно. Что странно, простите? Чего там здесь странно? Я правда не понимаю. Ну, ведь Платошкина много рассказывали о том, что это проект Кремля, это агент Госдепа, что про него только не рассказывали, его не считают настоящим оппозиционером многие. И вот сейчас, оказывается, он призывал агитировать против поправок Конституции. Он готовился к выборам сентябрьским. На губернаторские посты у него были кандидаты, у него было много людей, которые в законодательные собрания в ряде регионов собирались идти. И вот его закрыли. Ну, и в чем вопрос? Человек готовился к выборам в условиях всеобщей ненависти уже не только к Единой России, но и к власти как таковой. Человек, который лично абсолютно честен, который является крупным ученым. Я сейчас читаю книжки по истории, изданные там пару лет назад, так на него там ссылки через запятую идут. Постоянно, на половине страниц ссылки. Вот. То есть человек вне подозрений в части нечестности. Люди ему доверяли. От него какие-то кандидаты хотели идти на какие-то выборы. Понятно, что это абсолютно неприемлемо, потому что люди сейчас будут голосовать за кого угодно, кроме этику. И Платушкин человек точно не из этой порочной системы. Соответственно, нужно, чтобы, а, до выборов его не допустить, б, категорически заткнуть ему рост. Все. Задача решена. Просто тактично. Отрезали куски от нескольких роликов. Найте вам обвинение. То есть вы, как раз, как и я, склоняетесь к тому, что это именно политический заказ. Это уголовка, что ли? Это бытовуха? Ему кто-то квартиру хочет отжать, простите. Кстати говоря, это вот очень интересный момент из наших дебатов с Евгением Алексеевичем Федоровым, которые как раз на прошлой неделе проходили. И Евгений Алексеевич на мои вопросы на тему, почему он пишет доносы, сколько доносов он написал и так далее, он настаивал на очень интересной вещи. Он говорит, ни одного политически мотивированного дела, ни одного заявления по политическим вопросам я не подавал. То есть подразумевается, что он уголовные отыскивал составы. Это участники, это понятно. Нодовцы вам все время обращаются, просят вас просто присоединить. Евгений Алексеевич, еще раз говорю, по политическим вопросам, мною, вот я вам цитирую себя, да, по политическим вопросам, мною, по политическим вопросам, в правоохранительную систему не было направлено ни одной бумаги. Не было направлено ни одной бумаги, вообще ни одной. По политическим вопросам в правоохранительную систему. И вы не просили дружественных депутатов направить запрос? Какие дружественные депутаты? Я ничего не понял. Зачем мне направлять какие-то запросы? Мы направляли бумаги, как я и сказал, юристам для оценки его деятельности. Юристам подтвердили. То есть, грубо говоря, если вы имеете доступ к делу, то в деле моих бумаг нет. Хотя, кстати, могу и написать, потому что я понимаю, что он экстремист. Просто экстремизм – это дело следователей и специалистов. А я политик. Поэтому я ему предъявляю политические вопросы. А вопросы экстремизма ему предъявляют следователи. На самом деле, у нас в Уголовном кодексе есть политические статьи. Если этого не знает законодатель, да еще и верный истинный единоросс Федоров, то это большой привет. Может, ему стоит почитать Конституцию, про которую он так много рассказывал. Потому что у нас в Уголовном кодексе есть политические статьи. И это, в общем, ни для кого не секрет. И более того, это не является проблемой. Если я призываю к свержению государственного власти, то это, с одной стороны, политическая статья, а с другой стороны, это преступление. Если я занимаюсь экстремизмом, то пока я не совершаю каких-то террористических действий, это политическая статья. Михаил Геннадьевич, тут надо поосторожнее, потому что сейчас вот обрежут ваши фразы. Я призываю к свержению государственного власти. Я занимаюсь экстремизмом. Я занимаюсь экстремизмом. Я призываю к свержению строя. Все, у Федорова все готово. Донос, донос один за одним. Ну, Федоров доносчик. И это человек, это как бы символ сегодняшней Единой России. Господин Федоров, он на самом деле, он один из старейших депутатов Российской Федерации. Он депутат пяти созывов. Пяти. Из них четырех. Один, как я понимаю, он был от Чубайса депутат раз. И четыре раза он депутат от Единой России. То есть это один из самых авторитетных единороссов, какие есть вообще. Что вы смеетесь? Михаил Ильич, отсюда вопрос. Как вы считаете? Вот сейчас, видите, к Федорову очень многие относятся как к дворовому сумасшедшему. Лает какая-то шавка из-под подъезда, из-под забора. Ничего подобного. Федоров это символ Единой России. Это та Единая Россия, которая есть сейчас. Есть декорации, а есть внутри и есть содержание. Евгений Алексеевич Федоров ценит его тем, что это и есть суть и содержание сегодняшней Единой России. Которые никакие относительно пристойные декорации в виде Метельских вскрыть не могут. А вот Медведев это, так сказать, на публику. А содержание Единой России это Федоров, который пишет доносы и, так сказать, говорит, что это не про политику. Ну, значит, это про, так сказать, отъем квартиры. Так надо понимать. Ну, кстати говоря, у нас в эфире на Авроре, во время этих дебатов, он мало того, что подтвердил оскорбления ко всему русскому народу, которые были высказаны в прошлой его передаче, он еще и новое оскорбление выдвинул. Я не писал все на этом эфире, нет? Нет. Когда люди так и стерят, то при определенном складе, так сказать, физиологии, ну, некоторые писаются. Ну, значит, они писаются. Ну, тогда хорошо. Ну, я не могу судить, потому что там камера показывала только выше пояса его. Так вот, есть ли смысл, какие-то могут быть результаты у того, что сейчас со мной связались депутаты, которые смотрели эту передачу Мосгордумы, они готовят на него жалобы. Вот у этого какой-то результат, эффект можно достичь или терпеть таких надо? По двум причинам. По-первых, 282 статья «Разжигание ненавися» статья про русских. Это антирусская статья. По ней действительно несколько экстремистов из других, так сказать, сообществ было. Там какого-то хасида осудили, который в школе учил детей, что типа русских надо убивать или что-то в этом духе. Но он получил типа условный срок, то есть он какой-то маленький срок получил. А в основном это статья, которая направлена на подавление русских. И на этническое русское самосознание подавление, к которому я отношусь на самом деле плохо, и к культурному русскому самосознанию. Это инструмент политической репрессии не против тех, кто ненавидит русских. Это производит впечатление, точнее сказать, инструмент политических репрессий против тех, кто относится к русским нормально. Поэтому оскорбление русских для сегодняшнего государства является нормой. И в этом отношении господин Федоров идет вполне в духе официального казенного патриотизма. С другой стороны, господин Федоров, как единорус, является депутатом. То есть, для того, чтобы его отдать под суд, совершенные им преступления, а оскорбление по национальному признаку, оскорбление народа, это преступление, для того, чтобы за совершенные им преступления дать его под суд, Государственная Дума, то есть та самая Единая Россия, должна за это проголосовываться. Понятно, что собака не ест собачье мясо, по крайней мере, не должна делать это публично, и Единая Россия своих не сдаст. Если какие-то крайние случаи, с кем-то поссорился из серьезных людей, тогда, конечно, Единая Россия сдаст. Господин Федоров крайне полезный для Единой России инструмент, как я понимаю. Михаил Григорьевич, и все-таки, возвращаясь к вопросу о судьбе Николая Николаевича Платочкина, исходя из того, что его дело все-таки политически мотивировано, Ваша оценка, Ваше предположение, его отпустят после единого дня голосования в сентябре, или ему будут вязать условку? Нет, ему будут впаивать условный срок, в хорошем случае. То есть, это запрет на 20 лет на занятие политической деятельности? 20 лет, но там 2 или 3, или сколько ему лет дадут, он будет лишен возможности делать публичные заявления. По очень простой схеме. Да, формально вы на свободе, но вы переходите улицу на красный свет, административное правонарушение, и высадите. Вы делаете какое-нибудь заявление, какой-нибудь господин Федоров отстригает от него кусок, и высадите. Но это то, что сейчас с Удальцом, кстати, произошло. Он где-то там намекнул, что в Хабаровске люди молодцы, что выходят. Все, его уже посадили в обезьянник, на основании того, что он чуть ли не организует митинги в Москве. Нет, Удальцов свои 4 года отсидел настоящих. Он не был, условно, было много других. Он отсидел настоящих, потому что он посмел невольно стать конкурентом Навального. 6 мая 2012 года, когда была грандиозная провокация полицейская, вернее, не полицейская, на Волотный, когда либералы вставали и говорили, ресторанчики рядом, я не могу не выпить за этих людей, которые сейчас готовы отдать жизни за нашу власть. Это подлинный тост, который нам был произнесен в одном из ресторанчиков рядом с людьми, которые там стояли на Экимарке. Удальцов популярно, количество упоминаний Удальцова было выше, чем публикация Навального. Но, как я понимаю, кураторы Навального поняли, что это проблема, а проблема решили. И сейчас его, не в связи с тем, что он там был на каком-то, условно, сроке, а в связи с тем, что он посмел выразить поддержку народу России против, как я понимаю, вполне себе обезумевшей правящей тусовки. Правящая тусовка действительно улетела с катушек и летит себе дальше, тихо повизгивая, похорюкивая на лету. А вот здесь с Батушкиным ситуация другая. Его сейчас будут долго-долго-долго жевать в судах. Он будет сесть под домашним арестом. Если из него не будут лепить сокровенную жертву, дай бог, потому что когда человек сидит в СИЗО, за него отвечает государство. Когда человек сидит под домашним арестом, за него никто не отвечает. Его жизнь, строго говоря, в опасности. Поэтому я не очень понимаю, почему-то, грубо говоря, его соратники, которых будет так много и громкие, они не поставили там дежурство какого-то. Просто для обеспечения безопасности. Но дальше будет суд. Дальше суд скажет, что я чихал на ваши доказательства, я чихал на реальность. У нас в суде не несут наказание за заведомо незаконные приговоры, за редкими исключениями. Там та же самая Хохолева. Хохолева. Выяснилось, что она получила диплом ВУЗа, а этот диплом в это время таких дипломов не выдавал. Ну и ничего, спокойненько ее убрали год через два скандала. Ну вот буквально недавно. То есть судьи это люди, которые имеют, если не право, то возможность нарушать закон как хотят. Дальше по хорошему будут условный срок, по плохому будут реальный срок. В чем еще проблема, как я понимаю? Дело в том, что у меня ощущение, что администрация президента искренне считает Платошкина своим проектом. А Николай Николаевич Платошкину про это ничего не известно. Это парадокс, который называется эксцесс-исполнитель. Потому что когда управляющая система разлагается, то, что называется, кот из дома мышь и в пляс, исполнители творят все, что угодно. Я вполне себе допускаю, что какой-то, значит, высокий или там средний чиновник администрации президента вызывает себе подчиненную, говорит, дорогой, значит, договорись с Платошкиным, перспективный чувак, давай мы будем давать по пару миллионов в месяц, давай мы его будем всячески раскручивать, и, значит, будет наш человек в оппозиции. Ну, например, конкурент Зюганову. Конкурент Зюганова, еще что-нибудь. Яволь, говорит исполнитель. Берет эти миллиончики. А дальше все просто. Вариант один. Он звонит Платошкину. Николай Николаевич, мы тут из администрации, мы хотим вас купить. Недорого, но вам понравится. Николай Николаевич Платошкин. Как человек. С одной стороны, он дипломат, а с другой стороны, он дипломат все-таки не Ларовский, а скорее Громыковский. Да. Популярно объясняет в деталях, по какому именно сексуальному маршруту нужно идти этому исполнителю. А дальше исполнитель оказывается в ситуации, когда сообщать о своем провале как-то не хочется. А с другой стороны, тут 2 миллиона в месяц. Ну, или условно, или миллион. Или там 10 рублей. Не важно. Не важно. В месяц сумма. Так я денежку буду класть себе в карман и буду рассказать, как я хорошо сотрудничаю с Платошкин. Контакт налажен, ребята. Типа работают. А за него человек получает повышение, даже типа деньги куда-то передает. Это вариант хороший. Но на самом деле это объясняет, например, почему типа осведомленные источники из администрации президента рассказывают, что да, Платошкин это их проект. Да, да, да. А с другой стороны, это я писал хороший вариант. Человек добросовестный. А человек не очень добросовестный. Слушайте, нужно искать еще телефон этого Платошкина. На какой хрен напрягаться вообще? Посижу, бамбуку покурю. Все. И когда... Нет, понимаете, ведь администрация президента это люди, которые реально провели пенсионную реформу. То есть они не возражали против пенсионной реформы. Как минимум. Это люди, которые получили награды за выборы 18-го года, когда госпожа Собчак, своим в них участие, сейчас уже забыто, в общем, довольно успешно дискредитировала все. Это люди, которые, я не сомневаюсь, что, ну, как бы я могу предположить, что за успешный арест фургала они тоже сейчас получат награду. И за коронависия они получат награду. То есть, понимаете, эта система, на мой взгляд, глубоко неадекватна. Потому что, если бы она была адекватной, она по-другому бы себя вела. Ну, как минимум, не было бы повышения пенсионного возраста на 5 лет. Ну, представьте себе, там, Кирея Волошина или Суркова, в котором говорят, что, ребята, теперь повышаем пенсионный возраст на 5 лет, чтобы окончательно дискредитировать президент. Михаил Ильич, вот прямо сейчас у нас начался, значит, обвал рубля, у нас безработица растет 7-мильными шагами. Вчера, вчера заявление Куйвышева, губернатор Свердловской области Екатеринбург, мы поднимаем на 5% ЖКХ. На каком основании? На том основании, что у нас ухудшилась собираемость. Я это озвучил в своем ролике, мне написали, в Кемерово на 15% поднимают с августа. На 15? У нас официальная инфляция сколько? Это вот вообще, они вообще не понимают, что они делают? Люди — новая нефть. Они воспринимают нас с вами, как новую нефть. Что, кто-то интересуется мнением нефти, о том, что ее вытаскивают из земли, прокачивают по трубам, перерабатывают и потом сжигают? Никто не интересуется. Понимаете, когда Сергеевич Глазев сказал про блатных феодалов, он же не преувеличивал. Это же зарисовка с натуры. Феодалы о холопах не думают. Это за пределами их понимания. Ну, и это строго помедведево. Помните, когда приписывалась фраза, что мы боремся с бедностью? Это очень просто. Нужно ввести налог на бедность, быть бедным станет экономически невыгодно, и все сразу разбогатели. Тогда посмеялись. Я только не смеялся. Ребята, вы научитесь. Сейчас ровно это. Люди бедны, поэтому они не платят за ЖКХ, поэтому с них надо брать больше. Это логика феодальная. Не капиталистическая даже логика, это феодальная логика. Ну, вот смотрите, сейчас вроде как какая-то часть населения таки разъехалась по дачам, пытаются отдохнуть. Осенью нам когда и чего ожидать в плане народного недовольства? Потому что сейчас в августе, скорее всего, рубль упадет очень основательно, безработица нарастает. Вот эти новости про ЖКХ уже посчитано, неделю назад была цифра посчитана, что набор школьника за год подорожал на 50%, и это еще до вот этих августовских ухудшений ситуации. То есть, возможно, что он в два раза подорожает к сентябрю. Люди чем отреагируют? Знаете, разговор о том, что 20 сентября нас опять запрут на домашний арест, запретят нам выходить на улицу. Это разговор, на мой взгляд, это реакция власти, которая понимает, что люди будут злиться, люди будут негодовать. Вы забыли еще упомянуть о бизнесе, потому что бизнесу вели каникулы, так они кончаются, те, кто смог воспользоваться каникулами. И никаких, так сказать, рассрочек, никаких скидок не будет никому. А когда сейчас бизнес банкротится, если он банкротится не мошеннически, а по-честному, так это еще уголовные дела в отношении и владельцев бизнеса, и всех, кто связан с управлением бизнеса. А убежать невозможно, потому что границы закрыты, да и нет денег, на которые можно убегать. Так что это действительно самоуничтожение страны. Государство включило режим самоуничтожения страны. Люди, естественно, будут возмущаться, но в этом сентябре, если нас спасают под домашний арест, то довольно много людей в это коронавирус веет. То есть коронавирус есть, безусловно. Это крайне неприятное заболевание. От него умирают. Смертность, как говорят европейцы, 0,8 процента. У них статистика получше. То есть как при плохом сезонном гриме. Ну, мы на самом деле не доживаем до того возраста, когда это по-настоящему опасно. Так что у нас это используется как инструмент психического давления. Но, тем не менее, довольно много людей на это психическое давление ведется. Особенно, вот скажем, у меня в моем окружении переболело, если брать с октября месяца, когда это у нас началось, на самом деле, ну, просто запад еще не давал отмашку, поэтому это была просто двусторонняя пневмония. Или бронхит. У меня в окружении переболело десятка-два человек. По симптомам могу рассказывать бесконечно, но действительно есть. То есть официальная пропаганда и запугивание людей имеют под собой некоторые основания. То есть там не запугивание костлявой рукой газдепа, а запугивание тем, что, в общем, люди вокруг себя ощущают. Поэтому эту осень государство еще переживет, теоретически. Нужно еще учесть, что поможет государству внешние катастрофы. Американцы в середине сентября или раньше, если нервы сдадут, должны завалить глобальные мировые рынки. Ну и как вся. Причем здесь мы, как говорил покойный немцов, это нефть стоила 8 долларов за баррель. Ну и что, что почти все либералы в государстве дико воровали и дико обогатились. Мы здесь ни при чем. Ну, украли бюджет. Ну и что, зато нефть 8 долларов. Это будет одна логика. А второе, если в Америке действительно начнется гражданская война, в день, так сказать, освобождения от поляков мест, где сейчас находится администрация президента 4 ноября, у нас государственный праздник такой. Скорее, как я понимаю, освободили 5 ноября. А вот 4 ноября освободили администрацию президента. Ну и, так сказать, люди решили отпраздновать грамот. И политехнический музей бывший заодно. Ну, политехнический музей, все-таки, этот символ сейчас то ли распил, то ли технологий. Да, там есть дискуссия, что считать символом. Ну, понятно, что если бы кто-то с уважением относился бы к технологиям, то у нас была бы другая политика области технологий. Поэтому сейчас я стал бы ждать разрозненных выписков негодования, встречной истерики администрации. Уже в декабре они не будут делать досрочный выбор, потому что они действительно, правда, перепугались Хабаровска. Но они начинают понимать, что время... То есть они понимают, что время работает против них. Только Путина это не могут объяснить, потому что они же ему рассказывают, что все хорошо, и сейчас будет еще лучше. И как это совместить с тем, что время работает против вас, Владимир Владимирович? Если вас там сейчас в прямом эфире будут с вами что-нибудь нехорошее делать, то передача будет самая рейтинговая за всю историю российского телевидения. Да. Они объяснить не могут. Поэтому следующие выборы могут быть в марте, могут быть в сентябре, но это уже будут другие совершенно выборы. И в этом отношении то, что Платошкина судят, и будут судить, и будут осуждать, и будут при этом плевать на закон, на порядок, на уголовный кодекс, на уголовно-процессуальный кодекс, на мой взгляд, это наглядное доказательство того, что часть власти понимает, что голосовать будут за кого угодно, кроме этих подоков. Пусть даже за других подоков. Сейчас мы к вопросу выборов вернемся. Сначала хочется еще немножко про коронавирус. Потому что я вот очень терпеливо ждал, как вы закончите ваш рассказ, чтобы вот показываю сейчас на экране новость. В Москве 2 августа 16 тысяч человек приняли участие в полумарафоне. То есть, Михаил Геннадьевич, они запрещают проводить одиночные пикеты, не дай бог, кто-то мимо пройдет, а вы тут стоите, чихаете, кашляете. 16 тысяч человек? Ничего себе! У нас запрещены массовые мероприятия. Михаил Геннадьевич, это как вообще? Этот полумарафон прошел под девизом «Мы победили пандемию». Понимаете? Победили. Точка! Совершенное действие. Уже все! Какой коронавирус! Вот это... Я просто... Слушайте, такого бреда я не ожидал, честно. Ну, во-первых, есть здравый смысл. Московская мэрия еще 15 апреля... Не употребляйте в одном предложении здравый смысл и московская мэрия. Я не могу меня корежить. Нет, нет, нет. Они 15 апреля осуществили эксперимент по массовому заражению людей. Они устроили дикую давку в метро. Дикую давку. Причем это было устроено ручками. И полиция здесь ни при чем. Извините. Попытка сделалась полицейских стрелочниками. Там есть к ним претензии, но вот в этом они не виноваты. Это устроила, насколько я могу судить, московская мэрия. Был поставлен натурный эксперимент по массовому заражению людей. Ну, как ЦРУ в 77-м году распыляло вирусы гриппа в Нью-Йоркском метро, чтобы посмотреть, как это разнесется по городу, где и как кто будет болеть. Это называется инвиво. Да, точно так же, как ЦРУ устроило массовую давку в московском метро. Причем в давке участвовали люди бедные, люди напуганные. И в силу бедности и испуганности у них был сильно понижен иммунитет. Натурный эксперимент показал, что заражаемость коронавирусом на порядок меньше, чем предполагается. Потому что всплеск заражения после этого был, но он был в полтора раза и, в общем, вполне объяснялся естественным распространением вирусного заболевания. То есть, было экспериментально доказано, что скопление людей опасное и неприятное, но не настолько опасное, как нам рассказывают. Московская мэрия знает это самое позднее с 1 мая, через 2 недели после этого идет. Поэтому Московская мэрия, как я понял, прекрасно понимает, что можно собрать 16 тысяч, можно собрать 160 тысяч, можно собрать 1 600 000 человек. Ну, во-первых, кто-то заболеет, и это будет хорошим поводом, чтобы потом закрыть все. Это один вариант. Когда город пуст, и только гастарбайтеры... Михаил Ильич, это же повод для внутрироссийского Нюрнберга. То есть, если они специально устраивают это, чтобы перезаражать людей... Слушайте, ну, рано или поздно за это же надо спрашивать. Насчет специально я не говорил, потому что глупость человеческую никто не отменял. Когда люди воруют, они глупее. Ну, допустим, да. Был злой умысел или не было злого умысла, это вопрос открытый. Это вопрос для Нюрнберга, для какого-нибудь Касимовского трибунала. Но, простите, все наши реформы это повод для Нюрнберга. Что пенсионная реформа это не повод для Нюрнберга. А банкротство всей нашей, вернее, убыточной всей нашей нефтепоработки это не повод для Нюрнберга. А, простите, а когда всю страну посадили под домашний арест, это не повод для Нюрнберга, простите, потому что людям, во-первых, лишили возможности жить. Им запретили жить. Им запретили зарабатывать. Во-вторых, над ними непрерывно глумились, над ними ставили опыты. При этом человек запертый в квартире, даже не в Собянинском человеке, даже не в Шуваловке, а в вполне нормальной квартире у него падает иммунитет. Шуваловка, вы имеете в виду то, над чем Шувалов смеялся, что это квартира 15 квадратных метров? 20 квадратных метров он смеялся. 15 квадратными метрами даже он не смеялся. И над 11, который у нас тоже уже появился. Но это кому-то не нравится, так сказать, стаинский жилищный кризис. Так вот, пожалуйста. Только он теперь рукотворно создается. Все реформы — это повод для Нюрнберга. Либеральная реформа — это уничтожение России. Когда у вас в два раза падает рождаемость, в два раза растет смертность, как в 90-е, и либеральные демографы говорят, что так и должно быть с этими русскими. Простите, а чем эти либеральные демографы и либеральные реформаторы отличаются от Гитлера? Только тем, что у Гитлера не получилось, а у них получилось. Вот и вся разница между Гитлером и Чубайсом. Для меня, по крайней мере. И они не боятся, потому что они считают, что власть будет принадлежать им, как Гитлер не боялся. Гитлер же не боялся. Не боялся и они не боятся. Они считают, что власть их будет всегда. И все в них хорошо. А насчет того, что мы победили коронавирус, мы победили пандемию, легко и приятно побеждать то, чего не было. Михаил Геннадьевич, вот как я, честно говоря, даже не знаю, что сказать. Ну, е-мое, 16 тысяч человек приняли участие в этом забеге, а они продолжают запрещать провести, пусть даже не митинг, но хотя бы пикет не одиночный, а пикетный. Одиночный пикет можно запретить. Значит, его нужно запретить. В чем разница между одиночным пикетом, законным, и выходом на улицу 60 или сколько там, 100 тысяч человек в Хабаровске? Незаконный. Он незаконный. Очень просто. Запретить нельзя. Одного человека вы можете посадить и даже убить, и делать с ним все, что угодно. Когда на улицу выходит несколько десятков тысяч человек, вы с ними ничего сделать не можете. Вся разница. Поэтому разговаривать с этой... Власть демонстрирует. Власть демонстрирует. Что разговаривать с ней в рамках закона невозможно. Потому что в рамках закона все, что к ней обращается, идет в мусорную урну в лучшем случае. Или в СИЗО. Или в тюрьму. Любое власть сделала невозможным и бессмысленным, заведомо бессмысленным любое законное взаимодействие с ней. Точка. У нас сейчас замечательный эпизод был. Значит, воскресенье, день десантника. Значит, там что-то они не полазили с фронт-гвардейцами. И, значит, уголовные дела в отношении десантников. При том, что руководство парка имени Горького, ребята, никакого конфликта не было. Там поговорили, разошлись. Все в порядке. Закон и порядок. После этого возбуждаются уголовные дела в отношении десантников. На следующий день после этого на теплом стане, подчеркиваю, не на рынке садовод, на теплом стане, полицейские пытаются, значит, задержать какого-то узбека. Дальше сажают его в машину. Налетает толпа узбеков, отбивают своего, как я понимаю, бьют морды полиции и спокойно уходят. Наглядная демонстрация. Десантники – это понты, а власть в Москве принадлежит гастарбате. Точка. Жесткое заявление, жесткое. Я, кстати, даже не заметил эту историю. Они умалчивают. Они все умалчивают, потому что, типа, как-то стыдно узбекам, узбеки, так сказать, они не очень понты понимают, но очень снято, показано, очень наглядно, очень четко. Никто этих узбеков не ищет, никто уголовных дел не возбуждает, потому что этот город построен, строится Собянином, насколько я могу суть, для олигархов, для коррупционеров, для чиновников и для обслуживающих гастарбат. Москва в этом городе места нет. Нам это демонстрируют постоянно и весьма-весьма убедительно. Михаил Геннадьевич, значит, я думаю, с этой темой все понятно, с московской властью, условно говоря. Нет, ну, понимаете, если они прокладывают дорогу со снайперской точностью через радиоактивный могильник, вот не 100 метров в одну сторону, не 100 метров в другую сторону, вот точно, и настаивают на это. Если они, значит, скоростную трассу ведут, скоростная трасса с двумя поворотами почти под 90 градусов, почти под прямым углом два поворота. Они делают скоростную трассу. Кстати, на днях была тоже новость, как раз вместо этой стройки юго-восточной хорды там нашли неразорвавшиеся снаряды Второй мировой войны, стройку остановили, начали там что-то пытаться их деактивировать. Ну, понятно, что туда захоранивали все, что никогда уже не нужно будет раскапывать. Все, что валялось вокруг. И попытка любого взаимодействия абсолютно бессмысленна, потому что вас просто игнорируют. А когда вы начинаете, думая, что вас просто не слышат, кричать чуть погромче, начинают возбуждать дела и выписывать заведомо разорительные штрафы, там по 300 тысяч рублей уже грозят. Причем приходят эти самые единорусы и лгут в лицо, и угрожают в лицо, и все у них прекрасно. Если это власть больных, по крайней мере, как они себя ведут, и блатных феодалов, они демонстрируют, что разговаривать с ними по закону невозможно. И разговаривать с ними правильно не так, как разговаривали с ними десантники, а так, как разговаривали с ними узбеки. Просто били мордой без всяких разговоров. Я категорически против этого. Простите, а как по-другому? Вот у меня сейчас, я оплатил счет за квартал. А его взяли, не приняли, не выписывают мне штраф. Мы просто не приняли. Деньги прошли, но московской власти этих денег нет. Это напоминает мне ситуацию в средневековой феодальной Европе, когда ты на своей повозке, карете перемещаешься по Германии, и через каждые два километра посреди чистого поля стоит мост. Мост, мост, мост. Потому что за проезд по каждому мосту надо было платить дополнительные налоги. И каждый феодал старался на своей земле как можно больше этих мостов понатыкать, сколько только у него получалось. Знаете, все-таки Германия уже тогда была законной территорией. То есть, был закон, что нужно брать деньги за проезд по мосту. И вместо того, чтобы взять, брать деньги просто так, феодал, как зайка, строил мост. Я подозреваю, что нынешние не заморачиваются, если они просто тупо повышают тариф. Они не строят мост, они просто повышают тариф. Так оно и выглядит. Значит, насчет выборов, Михаил Геннадьевич, вот мы говорим о том, что они на единый день голосования вроде как собираются все как обычно фальсифицировать, однако почему-то по всей стране уже на этапе допуска к выборам они массово отказывают депутатам по самым глупым надуманным предлогам. То, что было у нас год назад на выборах в Мосгордуму широко освещалось. Вот примерно то же самое и здесь. Вчера я публиковал видео Лапушкин с партией дела. Поехали на Кавказе в Кизляр там выдвигаются люди в Гордуму. Пригласили из Махачкалы эксперта, который доказывает, это вы написали не вашим почерком, причем не подделали подписи вместо избирателей, а сам кандидат якобы подделал свой почерк и он доказывает вот смотрите какие есть различия между почерком, который у нее обычный и почерк, которым она вот это написала. Зачем? Если можно фальсифицировать. Какой вообще, насколько вообще есть смысл участвовать в этих выборах? Ваша оценка. Ну, зачем? Потому что участие в выборах это форма пропаганды. Это во-первых. Во-вторых, да, голосование по Конституции показало, как я понимаю, фантастические масштабы фальсификации. Потому что пишут люди, которые там пишут, я в участковой избирательной комиссии, у меня проголосовало 6%. 6% проголосовало. Он не знает за или против, и он не говорит за или против. 6% проголосовало, какая явка 78%. О чем? О чем вы? То есть, даже речь не о том, кто за, кто против, речь о том, что люди с презрением относятся к любым начинаниям этой власти. Люди знают, что это обман. Но, если человека допустить до выборов, то он начнет агитировать, он начнет рассказывать, даже если не совсем правду, то что-то напоминающее правду. А для власти, как я понимаю, это абсолютно неприятно. И я думаю, что в этих выборах нужно участвовать для кандидатов как возможность пропаганды, вам вы не выиграете, вам нарисуют, вас замочат. Если вы выиграете, против вас делают провокацию. Трехдневное голосование это доказательство фальсификации выборов. А, например, какую провокацию? Любую, господи. Любую. У нас в Москве на выборах в Мосгордуме, я тут с Федором рассказывал, так на него каких-то бандюков из молодой гвардии Единой России посылали, которые там провокацию устраивали, в драку лезли и пытались устроить драку, потом снять с побои, вызвать полицию и так далее. Там абсолютный беспредел. Это Москва, это не Махачкала, это не Тизляр, это Москва. То есть провокации будут обязательно против вас, потому что это власть, которая по-другому не понимает. Ну, наверное, есть исключения, наверное, есть другие регионы. Дальше, дальше, почему надо голосовать? Трехдневное голосование это что означает? Значит, что вброс, ну, скажем так, если кто-то захочет сделать вброс, он его сделает. Это у феодалов было право первой ночи, а у госпожи Панфиловой в центре избиркома, как можно судить, будет право второй ночи, до которой точно ни один наблюдатель не доживет. И она там рассказывает про импотенцию оппозиции, которая, видите ли, не может закрыть все избирательные участки своими наблюдателями. Но голосовать, на мой взгляд, нужно, потому что ваш голос украдут точно, если вы, скажем так, ваш голос с высокой степенью вероятности украдут, если вы не придете голосовать. Это же большой грех, если ваш голос будет записан и людям из «Единой России». Если вы придете голосовать, то вероятность того, что ваш голос будет украден, сохраняется, но все-таки поменьше. Естественно, что да, всем нам лень, всем нам скучно, всем нам противно, но я вот сходил голосовать против Конституции, вернее, против поправок Конституции, а при мне пришло человек 6, я уже вечером приходил. И, знаете, судя по лицам и общей внутренней озверелости, из них никто не голосовал. Михаил Игоревич, такой вопрос насчет новых партий. И очень важно еще одна вещь. Знаете, каждому из нас свойственно верить в лучшее. Мы все надеемся, что можно как-то сотрудничать. И когда вы голосуете против и видите, что ваш голос украден, вы понимаете реальные возможности этого сотрудничества. Это нужно, чтобы понять сами. Вот я, если бы сам не сходил, не посмотрел, какая там часть вечером последнего дня проголосовал, я бы, может, в эти 78% бы и поверил. Не знаю. Хочу спросить про партию «Новые люди», которая сейчас в Сибири и на Дальнем Востоке, насколько я понимаю, очень активно развивается. То есть, это проект Кремля или что это такое? Это какой-то парфюмерный король? Это, насколько я знаю, фаберликовский, да, владелец фаберлика спонсирует. Ну, на Безрыбье и Рак Рыба, на Дальнем Востоке, поскольку ЛДПР умирает, эту нишу кто-то должен занимать, и я думаю, что новые люди могут попытаться ее занять, эту нишу. Но, в целом, я не вижу перспектив, потому что я не вижу идей. У Платошкина есть идея, очень четко, очень понятно, и, так сказать, при моем сдержанном отношении к своему Николаю Николаевичу, идея поддерживается. А, пардон, пардон, какая идея у Фаберлика. Больше косметики хорошие разные. А партия Захара Прилепина за правду? Знаете, вот, конечно, за правду это хорошо, но... Кстати, прошу прощения, сейчас как раз в Телеграме наткнулся на обсуждение. За правду это, видимо, от слов Захар Прилепин. Одинаковые первые буквы. Может быть, но я, так сказать, с врачами слишком много сейчас общаюсь по поводу этого коронавесия. И о них ассоциация совершенно другая. ЗППП. Понятно. Мы, к сожалению, очень часто употребляем эту аббревиатуру в наших передачах, дорогие зрители. Мы приносим извинения. Вот такие мы неполиткорректные. Если я правильно помню, Захар Прилепин сразу и честно сказал, что он проект Кремля. Я очень люблю честных людей. Я же сказал, я проект Кремля. Ну, простите, а какой смысл поддерживать за правду проект Кремля, когда можно поддерживать Кремль непосредственно? Ну, есть же проект Кремля, называется Единая Россия. Конечно. Зачем поддерживать маленькие кремы против большого? Да? Есть проект Кремля, мы его знаем. Если кто-то хочет поддерживать Кремль, какой смысл поддерживать честного человека Захара Прилепина, который честно говорит, я проект Кремля, когда мы все знаем другой проект Кремля. Настоящий проект Кремля. Не для того, чтобы отвлечь людей от КПРФ или от Справедливой России или от кого-то еще. Так, значит, другой вопрос. Как вы относитесь к тому, что вот голосовать нужно, протестное голосование, то есть, за кого угодно, кроме Единой России, вот это умное голосование Навального, как нам сориентироваться во всех этих спойлерных проектах, проектах администрации президента, самовыдвиженцах? Ну, я подозреваю, что для этого, для начала нужно подписываться на ваш канал в YouTube. Потому что за кого угодно, кроме Единой России, это значит, за Навального тоже. Это значит, за Яблоко тоже. А Яблоко, я напоминаю, партия, которая отрицает территориальную целостность Российской Федерации. Единая Россия, она хоть не отрицает существование России в нынешней границе, а партия Яблоко отрицает. И поскольку они либералы, им можно нарушать уголовный кодекс Российской Федерации. Если я от своего имени зачитаю хотя бы один абзац из манифеста партии Яблоко, который подписывает каждый кандидат от этой партии на любые выборы вне зависимости от партийной принадлежности, я получу 4 года лишения свобок. Поскольку весь такой белый, пушистый и, так сказать, кто-то мне сочувствует, может быть условно. Ну, от 3 до 4 я получу. Потому что это нарушение Уголовного кодекса Российской Федерации в лоб. Но либералы за это же получают депутатские мандаты. Потому что они либералы. За кого угодно, кроме Единой России, это не за Яблоко, это не за Навального, и это не за врагов России. Я бы даже сказал, не за других врагов России. Поэтому умное голосование должно быть не унылым говном, извините за мой французский, как это расшифровывается в Телеграме, а действительно умным. Включайте верхнюю часть тела, а не нижнюю. Их легко различить, если вы не лежите одна из них сверху. Вот. соответственно, вы можете голосовать за кого угодно, кроме либералов Единой России. Пожалуйста. Если Навальный говорит, голосуйте за этого коммуниста, это большой вопрос. Что же это за коммунист такой, что его поддерживают либералов? Ну, хорошо, Михаил Геонидович, а если вот в каком-то регионе совершенно пассивное и в сговоре с Единой Россией КПРФ, нет справедливой России, нет нового социализма, там, какой-нибудь маленький левый фронт, который не выдвинул своего кандидата, есть вот яблочники? За кого же голосовать? Во многих регионах яблоко осталось тем, что оно было. Чем оно было? Партия интеллигенции. Я вот это имею в виду, что... Да, кратопродушный, иногда глуповатый, иногда, так сказать, глупостями занимающийся. Скажем, единственный человек из яблока, которому я испытываю искреннюю симпатию, это Лев Маркович Шлозбук из Пску. Вот пока не ушла в Единую Россию, я симпатизировал Яровой очень сильно с Камчатки. Вот. Если нет ничего кроме, тогда, конечно, голосуйте за Крон. Да. Вот если бы у меня оказался бы выбор Единой России, Яблоко или ЛДПР, я бы проголосовал за ЛДПР. Хотя эта партия, представители этой партии пытались меня покалечить. Убить не пытались, покалечить пытались. Под камерой. Вот. Но если бы у меня был выбор между Единой России и Яблоком, черт с ней, я проголосовал бы за Яблоко. Черт с вами, ребят. Яблоко не придумало пенсионную реформу. Да. Они придумали разграбление России по СРП, они сделали много плохих вещей, но пенсионная реформа это не они. Но это уже крайне безвыходная ситуация, когда или в лес с кистенем, или голосовать за Яблоко. Ну, давайте попробуем по голосу. Лес от нас никуда не убежит. Так, значит, в то же время в телеграммах интересное обсуждение идет по поводу качества наших управленцев. Что такие губернаторы-технократы, и что на самом деле вот эти все губернаторы такие слабенькие, но вы посмотрите, какая оппозиция плохая. Оппозиция, это ж у Яшина вообще нет образования, у Навального липовый диплом РДН, Собчачка, отсидела в МГИМО и никакого образования не получила. И они на полном серьезе говорят, что у нас есть вот эти плохенькие, но все-таки образованные наши технократики, и есть оппозиция, которая вот вообще ноль без палочки. Почему они не замечают Вас, Хазина, Платошкина, почему они не замечают серьезную оппозицию конструктивную? Вот эти политологи. Потому что эти политологи выполняют очень четкую задачу. Нужно показать, что хотя у власти то ли вора, то ли безумца, то ли то и другое одновременно, вся остальная Россия еще хуже. Поэтому они говорят о Яшине, но не говорят обо всех остальных. Это норма, это естественно. И Яшин очень удобен для них, потому что он выступает против народа России в конечном итоге. И это такая демонстрация. Ребята, посмотрите, все, кто недоволен одичалами, блатными феодалами, они выступают против народа. Они еще хуже. Это нормальная ситуация. Это видно, это четко, это понятно. С другой стороны, каждый человек видит вокруг себя подобие себя. Ну, вот я, скажем, вижу вокруг себя людей достаточно умных, образованных, интеллигентных. И даже, так сказать, когда, значит, тут был эпизод, значит, лежит какой-то алкаш, и мы с ним чудесно поговорили по душам, потому что я через него как-то правильно переступил, ему это понравилось. Вот он так, собственно, раскинулся, я говорю, братан, менты тебя заберут. Он говорит, зашибись. Я говорю, ну, а там земля рядышком, не хочешь, простужусь, разум. Вот. Но, а если человек как бы одичалый, да, если человек с большими внутренними комплексами, то он видит вокруг себя уродов, грубо говоря. Естественно, про этих уродов поет. Я не могу сказать, что у нас все губернаторы какие-то слабые и плохие. Ну, правда, хороший губернатор уходит сейчас, Савченко будет уходить, я так понимаю, в Белгородской области большая беда будет для Белгородской области. А причина? Ну, он уже слишком долго, он уже просто устал, по-моему, физически. Вот. Но, надеюсь, что он там задержится, потому что это большое счастье для Белгородской области и для России. Потому что тоже там все недовольные есть, но это как вон. Собянин ничтожный человек, что ли? Так может говорить только человек, который ни разу в жизни не ходил по плитке. Так может говорить человек, который не видел, как в разгар коронобесия, когда никому нельзя выходить никуда, меняют бордюры на бордюры. Меня на самом деле поразило, вот на прошлой неделе провалился кусок проспекта в Москве, просто вот не маленькая ямка, туда грузовик мог бы попасть. В Москве. После всех этих бордюрочных эпопей. Ну, а вот вчера, например, затопило офис информационного агентства «Аврора». Почему? А потому что строительные работы, как я понимаю, выполняют товарищи гастарбайтера. Как они работают, это опасно. Подходить к офису просто опасно. Там леса, и значит, что такое леса? Это доски, которые лежат на большой высоте. На них сначала положили там по полу кирпича, а потом человек снизу берет и это все встряхивает вниз. Попал, не попал, кому как повезло. Не потому, что они злые, а потому, что им никто не рассказывал про технику безопасности. Как-то меня миновала чаша сия, я когда там прохожу, как-то все спокойно. Я иду, и, так сказать, в сторонке идет мужик. Просто идет, ну, по своим делам. И ему под ноги шмякается вот такой вот кусок какой-то железяки. Ну, в рубашке человек родился. А, скажем, есть такой Сытин, такой либеральный крайне политолог. Да, был тут недавно у нас. Мне не очень приятный человек, но, по крайней мере, логически мыслящий и факты знающий. И он вдруг ходит с левой перевязанной рукой. Я так думал, ну, блин, встретил его кто-нибудь в подворотне, так сказать. Поздоровался. Поздоровался. Ничего подобного. У нас люди интеллигентные. Он шел на расстоянии там 100 метров от какой-то стройки. И ему чуть ли не чугунная заслонка прилетела с этой стройки. Чуть не убила, понимаете. Вот так работают гастарбайтеры. Когда эти же гастарбайтеры, которым позволено бить полицию, потому что они, так сказать, хозяин, де-факто, начинают работать со сложными вещами, типа там, водопроводной трубы. Ну, кому, какое дело, что с этой Москвой будет? О, Господи. Он затопил и радует. Все, все просто, все понятно. В завершение нашей программы, Михаил Ильич, хочется обсудить вот наши проблемы на информационном поле, что касается блокировки Царьграда на Ютубе. Так еще Ютьюб украл День ТВ. Но это не Ютьюб украл, это, скорее всего, действует хакерская команда, потому что со мной тоже попытались так сделать. То есть приходит письмо на почту с предложением рекламы, все очень официально, у них особые там сайты, они присылают программу. В общем, я пытался их развести, чтобы они сначала мне предоплату сделали, а потом бы я уже открыл все их ссылки и сайты. Но они так и не сделали. То есть если бы они сделали вам предоплату, мы бы сейчас с вами здесь не разговаривали? Да, нет, я бы забрал деньги, а потом уже бы настучал во все нужные структуры, но пришлось мне сначала настучать, поэтому их страницы ВКонтакте и, как я понимаю, имейл-адреса заблокированы сейчас, но они новые создают. Если вам, Михаил Григорьевич, не дай бог, придут предложения рекламы, каких-то приложений или чего-то еще, то, знаете... Они приходят регулярно, они приходят регулярно, но этот человек компьютерный не очень грамотный, я освоил такую, знаете, ставится галочка в бан, забанить, вот я ее и работаю в основном. Если я соображаю, как я жалуюсь на спам, не всегда сандаржи. Но на самом деле, понимаете, это же не фишечка. Пару лет назад у Александра Андреевича Проханова есть канал на фейсбуке, страничка на фейсбуке. Так у нее ее забрали. Я как-то захожу и читаю, все на штурм Кремля, свергнем, прогнили. власть Путина то ли на нара, то ли на юг. Но это жесткая провокация. У меня глаза круглые, я понимаю, это как бы не про Ханов. Ладно, думаю, всякое бывает. А потом выясняется, что у него просто забрали на фейсбуке его аккаунт. Две недели развлекались как могли. Там люди, которые ему помогают его вести, значит, а он же не лично ведет, писали во все дыры в фейсбуке. Фейсбук отвечает, что у вас нет никаких доказательств, что это ваш канал. Все. Две недели эта вакханалия продолжалась, потом все-таки вернут. То есть, это нормальный способ подготовки к цветной революции. Завтра Гугл забирает у нас с вами наши каналы. Фейсбук забирает у Проханова его этот самый, его канал. И на наших каналах начинается галимая пропаганда любого бардака. Путина на то, условно. Причем, сегодня же технологии дипфейк существуют. Да, да. Можно оцифровать так, что никто не отличит в этом качестве. Меня можно оцифровать. Путина, кстати, уже оцифровывают. Неплохо получается. Смотрел некоторые гифки, им просто нравилось. Но понятно, что Путин в этой ситуации никогда не может оказаться, по крайней мере, под камерой. И никто не отличит. И вперед, и пожалуйста, когда вся, вся, весь Рунет дружно призовет к штурму Кремля, знаете, жалеть этот Кремль будет уже некому после того, что он сейчас с нами творит. Жалеть Кремль будет некому. Я тогда же им это говорю. Ребята, вот у вас такая проблема в безопасности. Нужно делать свои социальные платформы, нужно делать все свое. Мне объяснили, что, как это, протекционизм это плохо, а либерализм это хорошо. Ну, ребята, ну, хорошо. Когда будете на колу сидеть, будете об этом вспомнить. Меня понимаете, вот я совершенно разделяю идею автарки, и нам нужно свое замечательное достижение, что у нас есть свой поисковик Яндекс, что у нас есть свое ВКонтакте, но все равно эти же все вещи, они курируются не патриотическими силами, они все равно будут управляться нашими либеральными олигархами, чиновниками, силовиками. Они будут давить нас с вами в конечном счете. И ВКонтакте, ВКонтакте. Никто не... Это был основной ресурс для консолидации бандеровцев на Украине. И уже после госпереворота это был основной ресурс для консолидации самых агрессивных боевиков против России. И ВКонтакте не делал ничего для того, чтобы как-то их хотя бы заблокировать. Слава Богу, удалось договориться с властями Украины, они его заблокировали. Они его заблокировали свои территории. Но понимаете, каков уровень, прости господи, когда-то при мне шутили, что ФСБ превратилось в закрытое акционерное общество. Ну, слушайте, вот, например, у нас... у нас ВКонтакте, например, оппозиционные какие-то паблики, они практически там деятельность не ведут. Почему? Потому что все уголовные дела про фейки, уголовные дела про какие-то неправильные перепосты, высказывания, это исключительно все про ВКонтакте. То есть, там какая-то развернутая деятельность и, видимо, силовиков и так далее. Но, например, порнографии ВКонтакте огромные объемы, и никто с ней ничего не делает. Никто. Вот, поэтому при разговорах о том, что нам нужны свои поисковики и видеосервисы, я согласен. Но у нас пока что не видно людей, которые могли бы за это взяться, чтобы это было по-настоящему наше, патриотическое. Дело даже не в это. Нам, когда ведь мы говорим о поисковиках, о сервисах, об автомобилях своих, это все эвфемизм. Нам нужно свое государство. Точку. Русский народ это крупнейший народ мира, который лишен государства. Не в том смысле, что мы должны стать недоэстонцами и построить этническое государство. Нет. Русский народ это культурное общество. Но когда президент страны говорит, что Россия для русских могут говорить только дураки, значит он подразумевает, что Россия не для русских. И мы это видим. Эту политику мы видим. Россия вернула себе Крым очень хорошо. Мы вернули себе Крым. Но теперь нужно вернуть себе Россию. И в этом заключается задача ближайшего политического периода. Потому что если мы не вернем себе Россию, то жить нам будет негде. Негде нам будет жить. Потому что Москва это Москва будет. Это уже не Москва. И Россия будет не Россия, а Русистан. очень скоро. Причем не важно будет процентное соотношение населения. Это не важно. Если можно оскорблять русских, а русским нельзя защищать себя, большой привет кандапуне. Если русских можно убивать, а русские не могут себя защитить. Если в любом конфликте русского с представителем другой национальности априори виноват русский, простите, пожалуйста, у нас нет своего государства. Нам нужно это государство создать и вернуться. Естественно, добавим для протокола в рамках законодательства. Михаил Геннадьевич, мне очень жаль, что мы записываем передачи по скайпу, потому что мне сейчас очень захотелось пожать вам руку. Спасибо за отличные слова, за завершение передачи. Всего вам доброго, счастливо. Спасибо, до новых встреч. Ставьте лайки, подписывайтесь. Спасибо, правильное замечание. До свидания.